Уроки 2020 Год сомнений В нашу эру, наверное, год страха Год, который навсегда войдет в историю человечества Хотелось бы вначале сделать итоги уходящего 2020 года Итак, давайте вместе вспомним Вирус Неизвестный, невидимый, страшный Все закрыто Мир парализован Пустые полки в магазинах Ажиотаж Подготовка к голоду Предупреждение о финансовом экономическом кризисе Масса пророчеств Политическая нестабильность И как никогда разделенная нация США Погромы И это в самой мощной и стабильной стране мира Попытки объяснить, откуда этот вирус и кто за этим стоит Пик конспирационных теорий Маски Закрытые церкви Моя первая проповедь В пустой зал Все читают, глотают новости Идет информационная война Перешли на служение онлайн А что делать Если отключат интернет Нас изолируют Ослабляется общность Процветает индивидуализм Причастие онлайн Мы не успели себе все это объяснить и проглотить Завтра нас ждут новые вызовы Новые законы Близок Мировой порядок Новая валюта Народ ищет убежище Переезжает из страны в страну Из штата в штат Мы стали больше вникать В книгу откровений Изучать признаки Последнего времени Пропала вера В стабильность Надежность Растерянность И страх А впереди Неизвестность Вот итог Уходящего 20-го года Я не знаю, если он вам нравится Но Это всего лишь Воспоминание фактов Но параллельно, друзья Хочется вспомнить Что-то позитивное Из всего можно извлекать Хорошее Мы стали больше проводить время дома Мы стали больше проводить время С семьями в этом уходящем году Евангелие вышло, кажется, на новый уровень Благодаря технологиям Но главный итог Мир Изменился Навсегда Вероятно, что он прежним уже Никогда Не будет Но самый-самый главный вывод Люди Не изменились Суета Телефон Это мой новый Бог Забота о земном Духовное состояние Кажется Взорвалось Взлетело Или это просто кажется Представьте себе Насколько Все должно стать хуже Чтобы люди Наконец-то Проснулись И изменились На этом можно заканчивать проповедь И расходиться по домам Мне кажется В этом коротком послании Вступлении Уже так много Сказано Стоит идти Анализировать Думать И начинать Действовать Итак, друзья Уроки Уходящего Двадцатого года Я много размышлял Уверен, что Всем это полезно И первый пункт Уходящего года Урок, который нам нужно усвоить Это то, что Завтрашний день Не в твоей власти Наши планы И Божья воля Next slide Завтрашний день Не в твоей власти Я думаю, что Двадцатый год Как никогда Перечеркнул Ваши планы У кого-то были Бизнес-планы Они все не состоялись У кого-то были Просто планы Поездки Они не состоялись У кого-то были Мероприятия Календарь был заполнен Вещи, которые Казались В нашу эпоху Никогда не отменялись Они отменились Именно в этом году И сегодня Когда вас спрашивают Какие планы На следующий год Вы даже не в состоянии Запланировать Даже на год Раньше Бизнес-люди Их учили И нас учили Планировать На пять лет На десять лет Вперед Сегодня мы понимаем Что эта теория Звучит неплохо Но на практике Это все Уже не в нашей Власти Возможно Возможно Больше Кому-то Никогда Нам не разрешат Выехать из страны По разным причинам Иакова Четвертая глава Тринадцатый стих Написано так Послушайте вы Говорящие Сегодня или завтра Отправимся В такой-то город И будем торговать Будем делать бизнес Будем Ожидать Получать прибыль Вы Которые Не знаете Не знаете Не знаете Что случится завтра Кому это относится Вы не знаете Что случится завтра Вместо этого Вам следовало бы говорить Если угодно Будет Господу Если на то Есть Божья воля Если мы будем Живы И хранимы То сделаем То или другое Как вам Друзья Этот стих Знаком Вы раньше Его читали Раньше Он на вас Действовал Для меня Он знаком Но скажу Раньше На меня Этот стих Не действовал А вот в Двадцатом году Сильно Подействовал И сейчас Мы все Осознаем Что Все наши Планы Наши мечты Они очень Очень Уже Далеко Не зависят От нас И завтрашний День Не в твоей власти И снова И снова Хочется нам Верующим людям Вспомнить И осознать Насколько Важна Воля Божья Все планы Все мечты Все цели Стоит пропускать Через фильтр Если на то Воля Божья Воля Божья делится На две Категории Воля Божья Есть Известное И воля Божья Есть Неизвестное Известная Воля Божья В том Чтобы люди Освящались Известная Воля Божья В том Чтобы все Люди Спаслись Об этом Очень ярко Написано Это Известно Это Это воля Божья конкретно на твою жизнь, на твой следующий день, на твою следующую цель, на твои планы, проекты. Воля Божья в нашей жизни. Христос волю Божью сравнивает с пищей. Это вот такие рефлексы, такие частые, естественные рефлексы должны возникать в каждом зрелом человеке, когда мы что-то планируем и что-то решаем. Иначе, друзья, можно очень быстро устать и разочароваться. Итак, первый урок. Завтрашний день не в твоей власти. Урок номер два. Главное, чтобы главное оставалось главным. Время и приоритеты. Во время карантина и локдауна, как никогда, мы поняли, что все важные вещи, все важные мероприятия, которые, казалось бы, никогда в жизни не отменялись, они вдруг остановились, отменились, и мы остались живы. Казалось бы, ну невозможно эту конференцию не иметь, ну невозможно же не поехать в эту бизнес-поездку, ну невозможно же не работать так поздно на работе. А вдруг закрыли бизнеса, закрыли рестораны, закрыли. Ну как это в ресторан не ходить, как это куда-то не ходить, как это не водить детей на развлечения какие-то, на спорткружки. Ну как это? А тут раз все закрыли, и мы как-то поняли, ну как-то выжили. И мы поняли, что есть главное, а есть очень главное. И главное, чтобы главное оставалось главным. И здесь мы с вами снова сделали вывод, что, друзья, есть вещи, которые как будто бы Бог допускает, как будто бы Бог нас, христиан, готовит. Когда развлекательные все заведения были закрыты, когда идолы в Америке и по всему миру, спорт, тоже их забрали. Работа и занятость — это тоже идол, который тоже, кажется, урезали, и мы снова выжили. Один идол, который остался, которого не забрали — это интернет. Как вы, кажется, без него бы выжили? Но мне кажется, это один из таких последних, самых живучих и самых мощных, самых современных, самых мощных в наше время — это интернет и телефон. Этот Бог, он еще пока стоит. Но я не зря задаю вопрос, а что будет, если отключат интернет? Друзья, самое главное, что выявилось в этом уходящем году, это что самое важное — это Бог и церковь, это семья, и крыша, и пропитание. Все. Видите, как мало нужно для человека. Бог — семья, пропитание и крыша. А мы так много вкладываем энергии, времени, переживания, суеты, устаем, расстраиваемся ради вещей, которые, казалось бы, совсем не важны. И часто мы обманываем себя, что у нас нет времени, нет сил на Бога, на духовные отношения с Богом. На самом деле это сам обман, причина лишь в том, что это для тебя не приоритет, это просто для тебя не важно, для тебя это не главное. Вот почему ты себя оправдываешь, что у меня нет на это времени. Вот почему урок уходящего года, главное, чтобы главное оставалось главным. Ефесянам 5, 15 написано, смотрите, поступайте осторожно, это предупреждение, никак не разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Сегодня, как никогда, мы видим, что вокруг сколько обмана, сколько противоречий, дни лукавы. И Писание сам Бог, мне кажется, со своей любви предупреждает нас, друзья, но будьте, пожалуйста, осторожны, хотя бы в 21 году, после всех уроков 20 года. Сегодня, кажется, люди понимают, что главное это Бог, понимают, что духовное это главное, но с другой стороны люди живут, мне понравилась фраза, и как будто бы не собираются вообще умирать, как будто бы в вечность вообще не собираются, настолько привязаны все к земному, и у нас такие реакции, нас так передергивает, если на земле что-то идет не так. Друзья, но, простите, но нам всем придется когда-то расстаться с землей, поэтому сильно не стоит туда вкладываться. И хочется, друзья, в наступающем году пожелать всем нам радикальных действий, не просто пожеланий. В следующем новом году желаю вам быть счастливыми, быть радостными, быть... Да, это все хорошо, желаю вам, и сам не против этого, но хочется радикальных перемен. Вот как, знаете, в Писании иногда Христос говорит, если тебя соблазняет что-то, вырви. Написано о глазе, о руке, но это не имеется в виду физически это сделай, но это имеется в виду радикальные действия, принимай в своей жизни, если ты хочешь менять что-то в своей жизни. Хватит вот эти все желания, вот эти все как бы планы, обещания, в которые мы сами не верим, и с года в год их обещаем, пишем эти списки, и стоит их писать, New Year's Resolutions. Но как хочется сказать, Господь, я разрешаю тебе, действуй в моей жизни. Как хочется самому себе сказать, в зеркало посмотреть и сказать, я сам не справился, а теперь находи партнера, супруга, кого угодно, и говори, звони мне каждый день, текстуй мне, спрашивай меня, читаю ли я эту Библию, как я отношусь с Богом, какие у меня отношения, как мое духовное состояние. Найдите себе партнера, кому вы подотчетный, и скажите, я хочу радикальных перемен, потому что 20-й год как будто бы, кажется, так тряханул, а я как жил, так и живу духовной жизнью. Но может быть на две недельки мы как-то задумались и как-то полистали книгу откровений. А дальше, итог, как мы все знаем, на молитву особо людей сильно не добавилось. И снова задается вопрос, не очень приятный, но такой справедливый. Сколько, какое нужно потрясение для людей, чтобы люди все-таки духовно проснулись, и чтобы церковь Иисуса Христа на земле выполнялась ее предназначение, чтобы Богу было за нас не стыдно, что мы Его граждане, мы представляем Божьи интересы на земле. Третий урок. Семейная церковь должна стать сильной. Урок уходящего года. Когда церковное здание закрыто, мы это уже попробовали. Люди постарше, которые пережили гонения в Советском Союзе, они это еще раньше пробовали. Людей разгоняли, люди убегали в леса. Я знаю, как мои дедушки рассказывали, как они в лесах собирались ночами, делали водное крещение. Как они выжили? Церковное здание, массовое служение, все было закрыто, запрещено. Под страхом тюрьмы или смерти. Сегодня мы с вами тоже еще не забыли, когда все церкви закрылись. И здесь, друзья, мы с вами поняли, как иногда много христиан, они оказались духовно слабыми. Как они индивидуально оказались духовно мелкими. Вы знаете, когда спрашивают какой-то вопрос из Писания, и здесь сидит большая аудитория, кто-то выкрикнет и скажет правильный ответ, и кажется, мы знаем, мы правильно ответили. На самом деле это один, он ответил. Вот так бывает и кажется, мы верующие, мы в церкви, мы все называемся одинаково. Но когда вопрос идет, вот лично ты, ты и Бог. И здесь нам хочется еще также задуматься, друзья, о нашем молодом поколении. Это наши дети, это ваши внуки, молодежь. При всем изобилии пищи, которая есть в нашей церкви, пять конференций в году у нас проходит. И кажется, уже на такой мы должны быть в духовной высоте. Все мы. Но на самом деле это, к сожалению, не всегда так. И хочется обратиться к отцам. Конечно, это относится не ко всем. Но иногда мы понимаем, что отцы, которые, кажется, Бог поставил нас главою, Бог доверил ответственность, и за это спросят. Мы не привыкли иметь беседы с нашими детьми, беседы духовные. Не просто куда тебя завести и во сколько забрать. Не просто говори своим детям, вот это не трогай, а вот это нельзя. Но говори им Писание. Говори и учи, чтобы твоя семейная церковь была сильной. Потому что общепривычная церковь может закрыться в здании. И, возможно, нам надо быть готовым. Это только нам поднимет нас лично, наш семейный очаг, наше духовное личное состояние. Мы сами поймем, насколько мы, на каком уровне мы находимся. Когда у нас нету этих проповедников, нету интернета, нету пастора, нету... Вот только остался ты и твои дети. В Второзаконии 6.6 написано. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе, говорит Бог, в сердце твоем. И дальше. Внимание, все отцы, кто смотрит нас онлайн, и кто находится здесь, внушай их детям твоим. Это не просто спрашивай, деточки, как вы хотите сейчас послушать. У вас сейчас настроение как? Нормально? Что вы выберете? Айпедик или послушайте историю из Библии? Или айпедик возьмете? Написано. Внушай их детям своим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою. Вопрос. Говоря где? Говори детям где? В церкви? Там так не написано. Сидя и говори детям где? В доме твоем. Можно добавить, в машине твоей. Говори кто? Не учителя воскресной школы ответственны за воспитание наших детей. Не проповедники воспитают детей. Не учителя христианских школ ответственны. Но мы, как родители, ответственны. Наша семейная церковь должна стать сильной. Самостоятельной и сильной. На любой случай. Голода, войны, гонений, карантинов, локдаунов. Мы, как христиане, должны стать непоколебимы. Мы должны извлекать уроки и готовить к этому наших детей. Это наша ответственность. Иисуса Навина 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Да не отходит сия книга, то есть писание от уст твоих, не только от глаз, не только от ушей, но от уст. От уст мамы, от уст папы, от уст дедушки и бабушки. Чтобы эта книга, она звучала, когда вы сидите за столом, когда вы едете, когда вы что-то говорите вашим детям, чтобы они слышали это. Не только глазами читали, слышали Слово Божие. Молодые семьи, кто смотрит нас онлайн, передайте это. Это наша ответственность. Это уроки, которые нам нужно извлечь. Говорит нашим детям о Писании. Внушать. Написано, навяжи, расскажи, помни, передай. Это то, что мы должны сделать, извлекая уроки, друзья. И когда церковное здание закрыто, хотел еще раз призвать церковь в живой поток. Не пренебрегайте домашними группами. У нас в церкви есть эта структура. Кто еще не находится ни в какой домашней группе, обязательно станьте частью. Придет время, вам это очень пригодится. Сейчас, пока кажется, пока служение есть, более-менее нормально. Но мы уже пробовали, когда их не было. И это пробовали родители наши, которые пережили гонения. Это перешли апостолы до нас, когда церковных зданий тоже не было. Поэтому домашние группы, церковная церковь, семейная, маленькая церковь, это тоже церковь, и она должна быть сильной. Поэтому не пренебрегайте этим общением и будьте частью во имя Христа Иисуса. Четвертый урок уходящего года это влияние информации. Из какого источника ты питаешься? Я знаю, что сегодня многие люди, они реагируют, они переживают, они думают из-за того, что они слушают, что они видят и что им рассказывают. Это просто естественный человеческий рефлекс. Это влияет на меня, это влияет на вас, это влияет на всех. Я знаю, что многие люди, которые всегда читают новости, постоянно читают новости, слишком увлекаются либо политикой, либо экономикой, либо какими-то военными действами, какими-то страхами, страшными новостями. У них всегда на душе тревога, всегда какие-то переживания, все разговоры, все мысли только об этом. И для Слова Божия там просто как будто бы не то, что они против, там просто места не хватает, вот наш мозг, он же ограничен. Просто не хватает. Друзья, я хотел бы призвать всех, кто вот увлекается, слишком увлекается Инстаграмом, Фейсбуком, Ютубом, Вайберами, всякими другими, Нетфликс, фильмами, играми и всем прочим, друзья, давайте мы будем честными. В уходящем году хотя бы перед Богом и перед собой быть честными. Если у нас для Библии, для Бога нету времени, а для всего остального есть, то нам нужно признать официально идола, хотя бы признать, что есть в жизни идол, есть телефончик, есть соцсети, есть идол. И давайте будем делать радикальные вещи во имя Христа Иисуса, потому что я верю, что время, оно близко. Мне очень больно, друзья, когда я смотрю на наше христианство, когда я вижу, что мир штормит, и как будто бы Бог из-за своей любви пытается что-то показать своим людям. Но мне больно, когда у людей, кажется, что-то болит, голова болит, и он в храм, в церковь не идет. Богу поклониться не пойдет, но на работу пойдет. Когда вроде бы голова или что-то где-то болит, в церковь на поклонение Богу не пойдет, но в ресторан пойдет. Мне больно, мне кажется, неужели мы, христиане сегодня, глухие, слепые, не видим, что ведь Бог весь мир переворачивает вокруг нас, чтобы как-то нас подготовить. Друзья, это по-другому не могу назвать. Как только я вижу, что Бог нас пробует подготовить. Это всего лишь репетиции, которые мы проходим, но мы как будто бы их не видим, как будто оно проходит как-то, но мы же все как будто читаем то же Евангелие и то же Писание. Поэтому, друзья, сегодня наблюдай, кто, какой твой источник питания. Если ты питаешься только Инстаграмом и Фейсбуком, то поверь, поверь, все вот эти хорошие намерения, все, фильтр забивается. Я уже как-то приводил эту иллюстрацию. Фильтр просто забивается. Туда уже не проходит чистый воздух, потому что вытесняется все святое, не находится времени просто для остального. Поэтому, друзья, я призываю к радикальным вещам. Для кого-то это очень надо услышать, услышать просто во имя Христа Иисуса. Отключайте, вытирайте, если вы знаете, что это ваш Бог, что это ваш идол. На кого-то это не действует, нормально, на кому-то это можно, а кому-то это очень-очень вредно и даже запрещено. Сегодня весь мир построен на том, что идет борьба за ваше внимание. Если бы, мне кажется, я сейчас бы на минут 5 или 10 бы перестал что-то говорить, не знаю, что-то стал говорить очень скучное, возможно, кто-то бы отключился. Вот вся реклама, весь маркетинг идет. Вы замечаете, какие рекламы сегодня длиннючие? 30 секунд. Замечали или нет? Никогда не замечали? Рекламы стали такие длиннючие, под 5 секунд, чтобы ты только-только-только-только. Это идет борьба за внимание. Внимание. Твое внимание хотят похитить. Это же стратегия, за этим идет, друзья. За этим стоит также и духовный мир. Борьба за твое внимание. Дай мне свое внимание. А дальше это дело техники. Внимание твое надо украсть. Вот и все. Вот почему я призываю родителей всех, лимитируйте ваших детей. Я еще не могу сказать, что я победитель. Я воюю со своими детьми, с этой электроникой. Воюю. Лимитируйте наших детей. Защитите их от этого. Но я думаю, что дальше вы сами все знаете. Поэтому выбирай свой источник и спроси сам себя, что тебе это дает? То, откуда ты питаешься? Мир? Тебе это приносит мир, то, что ты слушаешь или смотришь? Тебе это дает панику? Или просто ворует время? Пятый пункт урока уходящего года это готовность. Это наша главная ответственность. Это готовность. Всех верующих, всех христиан. Готовность ко встрече со Христом. Готовность это значит, чтобы наш духовный уровень пришел в зрелость. Чем ближе к приходу Христа, чем больше будет катаклизм. Написано в Писании, в последние дни наступят времена тяжкие. Об этом написано в Писании. В последние дни времена трудные, они придут. Об этом написано в Писании. Тут даже не обязательно искать прогнозы. Написано очень ясно. В последние дни наступят времена тяжкие. Так говорит Библия. Матфея 24, 44. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не знаете, придет Сын Человеческий. Будьте готовы, в который час вы не знаете. Вы не будете знать, вы не будете ожидать, поэтому будьте готовы. 20-й год нас как никогда застал врасплох, друзья. Нам во всех сферах, на всех уровнях, как никогда. Кажется, инчуринсы, страховки, планы, все, все кажется, как никогда застало врасплох. Это всего лишь маленькая репетиция, как будет приход Сына Человеческого на землю за своей церковью. Насколько она должна быть готова. Луки 21, 36. Итак, бодрствуйте. То есть будьте внимательны на всякое время и молитесь, дабы сподобитесь избежать всех своих будущих бедствий и предстать перед Сына Человеческого. В Библии очень много раз употребляется слово бодрствуй. Be on guard по-английски. То есть будьте осторожны, будьте внимательны, не расслабляйтесь. И дальше, мне кажется, вам понравится это слово. Написано, чтобы избежать будущих бедствий. Вот это интересно. Давайте перечитаем заново. Всем хочется избежать. Все пытаются как-то понять. А вот будет пришествие, восхищение церкви до вот этих всех бедствий или после. Все пытаются как-то узнать, так подождите, так мы попадем под эту раздачу? Мы тоже будем страдать? Или же все-таки мы избежим? Всех вот этот вопрос очень интересует. И тут как-то так написано в середине, так как-то мы даже не замечали. Аж хочется перечитать. Чтобы избежать. Сто процентов хотим избежать. Это к нам. А дальше что надо делать? Готовность. Полная готовность. Не на Пасху. Не в воскресенье, а по жизни. Христианский образ, стиль жизни. Будьте готовы. В других периодах написано, когда мы в должном состоянии, духовном. В других периодах по-английски написано, что вы будете иметь силу вот это все перейти. Вы будете иметь силу. То есть Бог даст вам способность это пройти или избежать. Но от этого зависит наше духовное состояние, не финансовое состояние. Духовное. Главный урок уходящего года нужно быть готовым ко всему. А главное, к пришествию Господа Иисуса Христа. Притча о десяти девах. Вы, думаю, все знаете эту историю. Матфея 25 глава. Там написано о пяти мудрых и о пяти неразумных. Я хотел бы всего лишь сделать для всех нас, друзья, тест. Насколько мы готовы. Двадцатый год нам показал, что к многому мы были не готовы. И когда мы, как христиане, иногда думаем, что мы готовы к пришествии Иисуса Христа, давайте попробуем сами себя проверить на иллюстрации этой притчи о десяти девах. История всем знакомая, читать не буду. Главная мысль это готовность. Потому что, когда пришел жених, это преобразно Иисус Христос, пришел за церковью, пришел за своими, за верующими, то как будто бы ждали все. И мудрые, и неразумные. Верующие, полуверующие, теплые, горячие, такие разные, как бы все ждали. Так написано. Все как будто бы были не против Господа и Его пришествия. Всем хотелось как-то закончить и иметь хороший конец. И первая мысль. Тест на готовность это правильно расстав приоритеты. Next slide. Правильно расстав приоритеты в своей жизни. Нам всем кажется, что у нас расставлены, нет, это не тот слайд. Правильно расстав приоритеты, готовность. Тест на готовность, дальше ищите. Неправильные приоритеты у этих десяти дев была проблема не в том, что они в тот момент забыли взять масло, а проблема была в том, что они по жизни о нем не заботились. Это всего лишь был последний случай, индивидуальный один случай, который застал их врасплох. Но проблема в том, что они по жизни каждый день в понедельник делали неправильные выборы, неправильные решения, неправильные приоритеты. Духовное было в пренебрежении, духовное было на десятом плане, Хотя они были не против Бога, они даже ждали Бога, они ожидали жениха, но неправильное решение каждый день привело их к тому, что они были не готовы. Хотя казалось бы, что они ходят в церковь, знают о Боге, но они не имели личных отношений с Богом, личных отношений с Богом. Но христиане, я верю, сегодня делятся на две категории. Внимание, христиане, делятся на мудрых и на занятых. На мудрых и на занятых. Мне кажется, очень тонко подмечено. Многие сегодня христиане заняты. Дальше на мудрых и на любопытных. Сегодня нам всем хочется узнать, какой же будет конец света, а что будет следующее, какое еще знамение, а что еще нам ожидать, а что там случилось с Израилем, а что вообще, какие будут еще признаки, ага, еще у нас осталось лет 20, еще можно пожить. А здесь оказывается мудрость в другом. Что толку, друзья, когда мы узнаем какие-то знамения, какие-то что-то еще узнаем, что будет? Вопрос, что в твоей жизни изменится? Вот самый главный вопрос. Что в твоей жизни изменится, когда ты узнаешь? Вот это нам важно понять. Итак, расставь правильно приоритеты в твоей жизни. Второе. Тест на готовность. Не сможешь приготовиться в последний день. Мудрые и неразумные, и те, и те ожидали, то есть верующие, и не очень, и средние, все ожидали Христа. Но написано, что когда пришел Христос, пришел последний день, то они не смогли в последнюю минуту впрыгнуть в последний вагон. Помню, как один мне парень рассказывал, а что, если я перед смертью покаюсь? Я ему пожелал, дай Бог, чтобы так было. А что, если нет? Вы знаете, кажется, все вот, хочется все вот на потом отложить. Но на этих примерах мудрых и неразумных дев мы видим, что и те, и те не смогли в последний день оказаться готовыми. Если ты понимаешь, что у тебя масла нету, духовных вот этих запасов, отношений с Богом нету, духовной жажды нету, молитвы, зрелости, и ты думаешь, что ты успеешь, помнишь, что эти девы тоже думали. От тебя зависит, в какой ты категории. И если ты в категории занятых, если ты в категории, что я еще, у меня, да, есть планы, да, я собираюсь все менять, то это тебя ставит в категорию неразумных. Это не я даже сказал, так написано в Библии. Мудрые и неразумные. Как хочется быть в числе мудрых. Мало кто реагирует, кажется, на эти призывы, на эти все предупреждения. Так же было и в этой притчке. Посмотрите со стороны математически, 50 на 50. Половина мудрых, половина неразумных. Если так посмотреть на нас, хочется сказать, это не о нас. Это всего лишь нас предупреждает, друзья, что когда придет кризис, то для некоторых может быть поздно. Третий тест на готовность. Мудрые не живут на духовном минимуме. Запас. У некоторых был запас, духовный запас масла. Некоторые верующие давно уже тянут годами на минимуме. Что такое духовный минимум? Иногда вспомнить, помолиться. Иногда жевать и помолиться. Иногда, может быть, там где-то какой-то на телефоне прочитать стих дня. Иногда, может быть, один раз там в неделю, в месяц заглянуть в Библию. А иногда вообще туда не заглядывать месяцами, годами. Иногда оказаться в церкви. Иногда просто Богу помолиться. Особенно, когда больно и трудно. Это вот этот духовный минимум. Двухминутная молитва, дежурная. И то не из-за сладкой жизни. Не потому, что я Богу так благодарен, а потому, что просто выхода другого нет. Слишком больно, одиноко и трудно. Духовный минимум. В церкви бываю иногда. Нужно успокоить совесть, да и родителям настроение поднять. Духовный минимум. Духовный минимум. Его не хватило. Когда пришел, не хватило. Написано, что и пришло время. И начали светильники гаснуть. Гаснуть. Просто гаснуть. Твоя духовность начала сдуваться, потому что ее там никогда не было. Но мудрые имеют запас, имеют резервуар. Они не живут на двухминутных молитвах. Они не живут на verse of the day on my phone. У них есть запас, резервуар, духовное масло отношения с живым Богом. Поверхностное христианство, когда придет кризис, не хватит веры, не хватит смелости. Поэтому запасайся маслом сегодня. Четвертый тест. Храни себя от опустошения. У тех и у тех, у мудрых и у неразумных было масло. Когда-то оно было. У некоторых оно закончилось быстрее, чем надо. У некоторых оно закончилось. Вопрос под метью. Оно было. Но произошло где-то опустошение. Вопрос, что сегодня тебя опустошает. Кого-то опустошает Инстаграм. Кого-то опустошает Ютуб. Кого-то опустошает Нетфликс. Кого-то опустошает Видеогеймс. Кого-то опустошает Работа. Кого-то опустошает еще что-то другое. Но нас что-то всегда опустошает вопрос, что тебя обогащает. Ты не уверен? Ты задумался и правильно сделал. Стоит задуматься. Что обогащает? То, что нас опустошает, мы к этому привыкли и уже не замечаем, что нас это опустошает. Поэтому храни себя от опустошения. Не расточай свою праведность, не растрачивай свое время только наземное. Пятое. Тест на готовность. Придет время, когда даже духовные люди тебе не помогут. Когда пришел Иисус Христос, пришел жених, то написано в Писании, что неразумные начали просить у мудрых, у духовных, у которых было масло, у которых был запас. Казалось бы, они помогут. Они наши наставники, они лидеры, они зрелые, они духовные. Дайте нам, помогите нам пройти. Впрыгнуть в последний вагон. Вы помните, у них не получилось. У них просто не получилось. Они не смогли. Пришел такой момент, которого они сами не ожидали, что даже духовные, те, которые с маслом, которые духовные, они не смогли им помочь. И снова это подчеркивает нам ту же картину, что только твое личное отношение с Богом меняет все. Только твое личное отношение с Богом. Только твой личный запас. Придет время, не будет интернета, не будет пастора, не будет проповедника, не будет мамы. Будешь только ты и Бог. Все. Не сможешь загуглить, не сможешь попросить, не сможешь. В этом яркий пример для нас. И в конце Иисус Христос сказал этим неразумным, не знаю я вас. Вы хотите сегодня кричать, нам хочется сказать, Боже, мы тебя знаем, Боже, помоги, Боже, помилуй, Боже, мы тебя знаем. Но в конце может прозвучать страшная фраза, я не знаю вас. Потому что никогда не имел отношений с вами. Да, вы приходили там со всякими просьбами, но это не отношения. Попрошайничество и отношения – это разные вещи. И последний пункт. Есть то, что мы должны приобрести лично сами. Вот шесть пунктов. Тест на готовность ко встрече с Иисусом Христом. Есть вещи, которые Бог нам дал. Это спасение, Он нам дал даром. Благодать свою, Он нам дает ее по милости своей. А есть то, что мы должны сами приобрести. Написано, пойдите и купите. Но нам это не сильно нравится. Покупать нужно, значит, усилия. Нужно что-то заплатить. Нужно чем-то пожертвовать. Нужно что-то отдать. Нужно пойти и купить. Пойдите и купите. Вам не дадут. Вы купите. За свои. Вот то, что называется настоящее христианство. Личное христианство. Настоящее христианство. Это духовные дисциплины, которые нам так необходимы. Итак, друзья, сейчас мы будем молиться. Я призываю всех, кто находится в этом зале, кто смотрит нас онлайн. Я хотел бы, чтобы сегодня сейчас ашеры помогли, чтобы во время молитвы не было никакого движения. Чтобы вы сейчас закрыли все двери, а мы закрыли все собой, все закрыли глаза свои. И попробовались хотя бы в честь Нового года просто отключиться. Отключиться от суеты, отключиться от забот, от волнения, от всего. И просто сказать Богу правду. И сказать, Господь, уроки уходящего года, пусть они станут актуальны для меня. Господь, я хочу перемен. Я устал, я так устал, так устал. Господь, пожалуйста, помоги мне и помилуй мне. Скажите, Господь, дай мне вот эти радикальные перемены в моей жизни. Дай мне силы. Я хочу, я готов. Докажи себе и Богу, что ты готов. Давайте мы будем мудрыми извлекать уроки из тех драгоценных истин, которые Писание нам открывает. Я приглашаю вас встретить этот Новый год на молитве. Кто смотрит онлайн, где бы вы ни были, я приглашаю вас на колени сейчас. По возможности, кто это может. Давайте мы будем просто молиться Богу живому. Будем анализировать уходящий год. И будем ставить цели на Новый год. Чтобы оказаться в числе мудрых и готовых. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok